Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! И сегодня вот из этой старинной книги 1899 года, подшивки изданий журнала «Спутник здоровья», а конкретно за 20 мая 1899 года, я расскажу вам, а точнее, зачитаю, что писали в те годы о касторовом масле. Все вы, кто знаком с системами очищения и голодания, конечно же, знаете, что касторовое масло применяется при очищении кишечника. Правда, есть и другие средства. И об этом в данной небольшой короткой статье тоже говорится. А во второй части этого видео я расскажу вам и зачитаю случай удушья от кишечных глистов. И, между прочим, эти темы очень связаны между собой. В этой связи и будет мое данное видео. Итак, статья. Касторовое масло получают путем выжимания семени клещевины, очищенных от оболочки. Оно иначе, потому называется еще клещевинным маслом. Касторовое масло получается густым, бесцветным и прозрачным. Оставаясь на воздухе, оно становится еще гуще, мутнеет, становится прогорклым и не годится тогда к употреблению. Главным действующим началом касторового масла служит входящая в его состав рициноловая кислота, влиянием которой и объясняется слабительное действие касторки. Во рту касторовое масло не производит никаких изменений. В желудке оно, наподобие жиров, вообще изменяется очень мало. В кишечнике оно подвергается действию поджелудочного сока, под влиянием которого касторка разлагается, освобождая рициноловую кислоту. Свободная же кислота действует на слизистую оболочку тонких кишок и вызывает здесь воспаление. Благодаря этому движения кишечника, известные под названием перистальтики, усиливаются, следствием чего и является понос. По большей части понос наступает через 2-3 часа после приема касторки, не сопровождаясь ни коликами, ни болями. Итак, касторовое масло представляет собой слабительное средство, но отнюдь не самое легкое, ибо вызывает, хотя и не в значительной степени, но все же воспаление слизистой оболочки кишечника. Этим средством можно поэтому пользоваться тогда, когда дело идет о геморрое, кровавом поносе, запорах. Его можно применять у беременных, родильниц, у больных, страдающими острыми лихорадочными болезнями и так далее. Но если мы почему-либо желаем избегнуть раздражения слизистой оболочки кишечника, то рецинка, конечно же, в таких случаях неуместна, и приходится прибегать к более легким слабительным. Таковым, например, считается глоуберова соль. Статья закончена. Дорогие товарищи, вот, пожалуйста, еще одно средство, о котором, конечно же, я тоже говорил не раз, это глоуберова соль. В этой связи пару слов о глоуберовой соли. Это сульфат натрия. Это великолепное слабительное. Безопасное. Эти кристаллы белого цвета, которые разводятся в воде, способны эффективно выводить из организма лишнюю воду, очищать от шлаковых накоплений. Природные залежи этого вещества расположены и в Туркменистане, на Северном Кавказе, в Забайкалье, Нижнем Поволжье. Абсолютно натуральный, несинтетический продукт. Как работает глоуберова соль, вы можете прочесть сейчас на экране. О ее полезных свойствах также можете прочесть. Что в этой связи хочу последнее сказать? Пожалуйста, посмотрите мое видео «Лечебное очищение и голодание». Там я объяснил подробно, как применяется и кастерка натуральная, и как применяется магнезия, еще одно средство для очищения кишечника, и еще одно слабительное. Вот пару слов прочтите о магнезии, то есть сульфате магния. И ведь не только слабительные свойства у магнезии, но и другие. В моем видео «Лечебное очищение и голодание» я поясняю все эти моменты, как правильно подготовиться к голоданию, в каких случаях оно, длительное либо короткое голодание, полезно, в каких вредно. И то, что я говорю и повторяю много раз в других своих лекциях, о том, что до длительного голодания лечебного и прохождения методик очищения необходимо правильно к нему подготовиться, то есть убрать из организма всех паразитов, если они есть. А паразиты есть практически у каждого человека. Вопрос, какие виды, в каком количестве и в каких местах организма дислоцируются, что называется, те или иные виды паразитов. И вот как раз в этой связи мы переходим ко второй статье из этой книги. То, где она подтверждает, старые доктора подтверждают то, что говорил я много раз и много лет назад по поводу того, что у даже маленьких детей некоторые паразиты, такие как аскориды, вызывают не только приступ удушья, но и даже смерть. И многие врачи, уже не зная это, современные, удивляются, когда разрезают трахею, чтобы ребенок при удушье, непонятно откуда возникшем, начинает задыхаться, его разрезают трахею и видят просто, как вываливаются клубки паразитов. Об этом и Бутакова говорила не раз, и я, и вот вам конкретный случай, который было в медицине огромное количество, что и описывает старая книга. Ну, дальше я скажу, как же быть всем нам, то есть, собственно, что делать, потому что ведь тема серьезная, и пусть далеко не у каждого, у кого есть паразиты, происходит подобное. Однако раньше, когда заражаемость была выше, и смертность от этого тоже была высока. Итак, в этом же номере этой подшивки раздел называется «Разные известия». И там есть маленькая статья «Случай удушья от кишечных глистов». Доктор Натали рассказывает о редком случае удушья вследствие присутствия кишечных глистов в пищеводе. У мальчика 13 лет, страдавшего до того глистами, вдруг наступили сильные припадки удушья, которые прошли только после приема рвотного камня, поясняю текстом, кто не знает, что такое рвотный камень, и нескольких сильных глотательных движений. При этом больной чувствовал, что он точно проглотил какое-то инородное тело. После назначенного на другой день глистогонного лечения вышел клубок, заключавший в себе 11 струбцев, которые и обусловили своим присутствием в пищеводе припадков удушья. Дорогие товарищи, а какая связь здесь между касторкой и паразитами? Связь прямая, потому что при прохождении антипаразитарной программы очень желательно применять методику очищения кишечника, потому что, конечно, большая часть паразитов и по видам, и по колониям, по крайней мере, взрослые особи многих видов проходят в завершающую стадию развития, то есть будучи взрослой особью именно в разных отделах кишечника. Потому и удалять из организма гельминтов, то есть глистов, нужно не убивая их себе, а именно выгоняя еще пока в живом, но подавленном виде, чтобы не вызвать токсичные отравления организма. Впрочем, подробно я об этом рассказывал в своих лекциях по паразитам. Под этим видео, которое вы сейчас смотрите, будут ссылки. Пожалуйста, зайдите по ним и посмотрите эти очень важные видео, чтобы вы сами понимали все причинно-следственные связи, знали, как попадают в организм паразиты, как они там размножаются, если размножаются, далеко не все виды могут в нем размножаться, как передаются с предметами, с грязными руками, с продуктами питания, через животных и так далее. Какие меры безопасности и гигиены необходимо соблюдать и детям, и взрослым, чтобы снизить возможность и вероятность заражения паразитами, что необходимо два раза в год каждому человеку проходить антипаразитарную программу. Кстати, ссылка на лучшую программу антипаразитарную будет тоже под этим видео. Кстати, и касторка натуральная из клещевины, из Индии, у нас тоже есть. Ссылочка будет в описании под этим видео, кто захочет, купит. Магнезия продается в аптеках. Глуберусоль тоже можно купить. Подумаю, может быть, и мы будем ее продавать, но пока до этого руки не доходят. У кого есть проблемы с поджелудочной железой, лучше не используйте касторку, так как все-таки это жир, любой жир вызывает, провоцирует выработку фермента липазы поджелудочной железой. Тогда используйте либо глуберусоль, либо магнезию. Как использовать, как применять, я подробно рассказываю в своей лекции лечебное очищение и голодание, непременно ее потом посмотрите. Итак, все, о чем я сегодня говорил и пояснял, ссылочками я даю в описании под этим видео. Можете переходить и смотреть. Но вообще в этой, кстати, книге есть очень много интересных житейских советов. Например, удаление жирных пятен, несгораемое дерево, блестящее глицериновое вакса. По сельскому хозяйству, например, паразиты у собак, кстати, у крупного рогатого скота по всем видам животных, потом по носу птиц, горячие компрессы при седалищной боли, пузырьковый и опоясывающий лишай. И вот я думаю, хотите ли вы, чтобы я зачитал интересную статью подагра, написанную одним профессором. И, кстати, знаете, что интересно, что вот тут строчку одну зачитаю. Лечение подагры состоит по преимуществу не в пользовании лекарствами, доктор пишет, профессор, а в строгом исполнении требований диеты и в соответствующем урегулировании образа жизни. Если будет желание, пишите в комментариях под этим видео, то я найду время и сделаю такое видео. То есть, зачитаю эту статью и прокомментирую. Ну а теперь прошу вас послушать пару минут о моих других каналах, самый важный из которых номер 4. У меня есть еще три канала на ютубе, и все они тематические. На первом вы сейчас находитесь, просматривая это видео. Второй мой канал «Жизнь на земле». Он о природном органическом земледелии, об экостроительстве и иных сферах гармоничной здоровой жизни человека на земле. Третий – о наших продуктах питания и товарах для здоровья. Он создан для того, чтобы не перегружать первый канал рекламы моих товаров и продуктов. И подробнее познакомить с ними желающих. И четвертый канал «Совесть и подлость». Он, на мой взгляд, самый важный из всех моих каналов. В нем я буду публиковать мои видео о проблемах современного общества, тенденциях и явлениях, которые уничтожают в человеке совесть, честь, разум, разрушают семью, приводят к деградации во рождению человека и все общество в целом, и народа. Также я буду знакомить вас с интересными людьми и каналами, которые борются за светлое будущее наших детей и последующих поколений, за действительно настоящие человеческие, а не либеральные ценности. Я очень рекомендую вам смотреть видео на четвертом моем канале и пересылать ссылки на те видео своим знакомым и делиться ими в соцсетях, заливать мои видео на свои каналы, у кого они есть, распространять их для нашего общего с вами дела. Что ж, подписывайтесь на интересные вам мои каналы, но только в случае нажатия после подписки на уведомления вас о выходе новых видео на том или ином канале. Иначе смысла нет никакого подписываться, просто для статистики. Ведь просто подписавшись, вы никак не узнаете о выходе на канале новых видео, если только специально или случайно не откроете данный канал. А вот как это делается правильно, посмотрите пошагово. Вы заходите на интересный вам канал. Вы видите вот эту кнопку подписаться. Нажмите на нее курсором, левой кнопкой мышки, и название изменится на слово сочетание «Вы подписаны». Но это не все. Справа от этой надписи вы увидите изображение колокольчика. Контур, изображающий колокольчик. Нажмите на него и откроются три варианта уведомления. Нажмите на слово «Все». Тогда изображение колокольчика изменится, и он станет темным. И по его верхним краям появятся две черты, указывающие как бы на звон колокольчика. Теперь все верно. И только так можно быть уверенным, что обо всех видео, которые будут выходить на данном канале, вы на вашу электронную почту будете получать уведомления о выходе этих новых видео на канале. И вам останется только не полениться их посмотреть. Обязательно поделитесь ссылкой на данное видео. с вашими друзьями, коллегами, товарищами. Помогите распространить мне данное видео. Пусть это будет вашей благодарностью мне за мой труд и время, которое я трачу на создание данных видео. Все честно и справедливо. Это важно. Я не просто так это делаю. Ну а на этом все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok